Две страны-основательницы ЕС вдруг разругались, поставив под угрозу и так довольно хрупкое единство Союза. Под камерами эти двое еще соблюдают формальности. Но едва скрывшись в темноте дворцовых коридоров, начинается политическая бытовуха. Конфетно-букетный период между Берлином и Парижем уже давно позади. Лидеры не могут договориться по принципиальным вопросам – энергетика, обороны и налоги. Но только сейчас вынесли ссор из европейской избы. Не помогла наладить отношения и недавняя встреча, а СМИ называли ее просто катастрофой. Шольц и Макрон настолько охладели друг другу, что даже не решились на совместный выход в свет. Отменили привычную пресс-конференцию, а за ней и совместное заседание правительств. Ситуация беспрецедентная. Напряженность сейчас ухудшается и быстро. В последние пару месяцев Германия решила прекратить работы над франко-германским вертолетом «Тигр». Прекратила совместное патрулирование военно-морского флота. Почему французский флёр так внезапно улетучился, а отношения переживают кризисы разного формата? Причина в том, что Париж и Берлин по-разному видят будущее своего союза. Самое принципиальное различие в решении газового вопроса. Франция всеми руками за ценовой потолок для производителей голубого топлива. Берлин категорически против. Мы слышали много критики от многих экспертов из самых разных стран по поводу слишком простого ценового предела. Потому что когда я ограничиваю цену слишком низко, у меня больше нет предложения. Если у меня больше нет предложения, у меня больше нет газа. Поэтому это не решение проблемы. В столь тяжелое время Олаф Шольц решил прикрыть Германию финансовым зонтиком и выделить для спасения немцев 200 миллиардов евро. Это поможет жителям ФРГ пережить зиму, сложную и морально, и материально. Но Франция такой щедрости не оценила. Зависть – плохое чувство. Рассчитанные за этот период 200 миллиардов евро соответствуют примерно 2% нашего волового внутреннего продукта. Цены на энергию быстро растут. Все эти и многие другие миры помогут нам вместе пережить зиму. Единственное, что может хоть как-то вернуть былой пыл в отношения – это дружба против США. План Вашингтона по снижению инфляции может обернуться для Франции и Германии многомиллиардными убытками. Не устраивают Макрона и двойные стандарты Америки в энергетической сфере. Вашингтон, призывая бойкотировать все русское, в свою очередь продает газ Европе по явно завышенным ценам. Мы предусматриваем меры по укреплению европейской промышленности на тот случай, если мы не сможем найти компромисс на уровне комиссии ЕС и администрации США. Мы несем ответственность за экономику Германии и экономику Франции. Однако, как известно, на чужом несчастье счастье не построишь. Так что вряд ли торговая война против США принесет спокойствие в Европейский дом. Что вероятнее всего, это станет еще одним ударом по ЕС. И, возможно, уже последним. Валерия Попкова, СТВ, Неделя.